Приветствую вас, Ярослава. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Во-первых, несколько таких общих моментов, связанных с тем, что вы решили обратиться за помощью. Вы большая молодец, что решил обратиться за помощью, но вот то, что вы делаете, например, сейчас, это не совсем обращение за помощью, это скорее просто первый шаг к получению помощи, но это даже не терапия. Вы же не думаете, правда, что таким коротким вопросом вы поможете сперечить свои проблемы, это первое. То есть как-то вот постарайтесь представить себе, и что представляет, что по-вашему, как по-вашему выглядит помощь здесь. То есть вы обратились к психологам, да? Вы обнаружили проблему, хорошо. Ну и что дальше? То есть какие ваши следующие действия? Вот. То есть мне думается, что это очень такой вот важный момент на самом деле. Вот. Вот. Для вас. Потому что если вы не, ну, как-то вот не до конца, то вот, может быть, не очень хорошо, это для себя. Понимаете, как работает, допустим, даже психотерапия, то, ну, как бы, в какой степени вам будет сложно. В какой-то степени вам будет сложно, потому что, извините, к результату вы можете, в общем-то, и не брить никакого, да? Таким образом. Таким образом. Вот. Следующее. Первое, на что стоит обратить внимание? Первое, на что стоит обратить внимание? Это на некоторую жертвенность, наверное, с вашей стороны. Что я имею ввиду? Да? Что я имею ввиду? Вы говорите о том, что вам пришлось. Вам пришлось. Вам пришлось, эм... Значит, ну, переехаться... К... К... Мам. Вот. Эм... То есть, что здесь... По факту... Происходит. Да? А по факту здесь происходит то, что вы... Отрицаете... Отрицаете... Свой выбор. Вы отрицаете свой выбор. Эм... Переехать к маме. Вот. Знаю, что... Оно... Обладает... Некоторыми особенностями. Вот. Такими особенностями, как... В... Властность. Да? Такими особенностями, как... Склонность к контролю. А... Авторитарность. Подолвение. Вот. И так далее. Вы... На это... Все равно... Эм... Значит... Эм... К ней... Поехали. Ну... От... 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 Еще чего-то. Это, в принципе... Эм... В принципе, это особо не важно. Почему я это сделал? В... Важно то, что вы... Эм... Эм... На данный момент... Отказываются... От... Признавать свой выбор. То есть, вам пришлось... Вас вынуть... Вас оставили. Это жертвенность. И... Эм... Как бы... Из-за... Того, что вы... Вот... Склонны... Может быть... Оприцать... Эм... Свой выбор, да? И... Ответственность... За него... За выбор... Перекладывать на... Ну... Не важно... Не важно на кого... На... На... Обстоятельства... На... Свою маму... На... Других людей... И... Еще на что-то... Вот... То есть, естественно, вы будете... Вы будете... Эм... Эм... Испытывать... Чество вины... Чество вины... Ну... Не только поэтому, конечно... Но... Это один из... Один... Одно из основан... Дальше... Вы говорите... Что я веню себя за то, что... О... Не создала финансовую... Подушку... Безопасности... Вот... И... В принципе... Наверное... Вас можно... В... Вас можно понять... Можно понять... Почему вы... К этому так относиться... Можно понять... Но... Есть одно но... Есть одно но... Дело в том, что... Вы не создавали... Подушку... Финансовую... По... Эм... Какой-то причине... То есть, у вас, условно говоря, были основаны... Для того, чтобы не создавать подушку... Вы чего-то хотели... Вы... К чему-то стремились... Вы... На что-то рассчитывали... Вероятно... Да... Это не получилось... Да... Это не вышло... А... Ну, то есть, не получилось... А-а-а... Не получилось... А-а-а... Это сделать... Это правда... Но... Это ничего не значит... То есть, если... А... У вас не получилось сделать то, на что вы рассчитывали... Да? То... Это... Ну... Ну... Ни о чем не говорить... А слово «соответ»... Вы сейчас обвиняете... Но вы от себя требуете... Требуете... А... По факту... По факту... требуете от себя предсказывать будущее, для себя это конечно, мягко говоря не совсем корректная штука, потому что будущее предсказывать невозможно, я думаю что вы это знаете, вот, я думаю вы в курсе, что будущее нельзя. Но тем не менее, вы от себя требуете, не требуете от себя это, требуете от себя его предсказывать и вот эти, в частности, мягко говоря неадекватные требования к себе и являются одним из оснований появления воздействия вины, которое также является следствием невыраженной агрессии по отношению к маме. Да, то есть маму вы, может быть, склонны как-то слушать, маму вы, может быть, склонны как-то, как-то вот к ней прислушиваться, да? И вот, несмотря на то, что вы понимаете вроде как, что она неправая, что вам тяжело в ней обстоят и прочее прочее, но все равно вы склонны к ней прислушиваться, вы не чувствуете себе к ней веще всего. И допускается, что чем-то она может быть права. Вот. Ну, это, а, связано с тем, что вы не выражаете агрессию по отношению к ней. Что такое агрессия? Агрессия – это не то, что обычно принято называть агрессией. Какой-то такой, знаете, откровенно, ну, откровенно, негативное поведение и прочее, прочее, прочее. Нет. Ам... Агрессия – это защита. Вот. Это защита. В первую очередь. Защита. И... Вам нужно учиться в себя вещество. Что вы делать не умеете. Да, от мамы вы, может быть, сбежали. Это правда. Но вещество в себя вы не научились. По-другому. Равно. И... Поэтому... Сейчас вы страдаете. Вот. Ощущение не весело. Вот. Ненависть к маме, негатив к ней – это все отсюда. Отсюда. Она мне угрожает, она задает мне дискомфорт, да, хотя вы сами... выбрали к ней приехать. Дальше. Эм... Трудно снизу иметь есть. Трудно, если с одной стороны вы не обладаете навыками без конфликта. общения, с одной стороны. А с другой стороны, если вы достаточно, скажем так, замотивированы на то, чтобы эмоционально общаться с ней. То есть, понятно, что, ну, не получится у вас никак никак общаться с ней в продукцию. Это понятно. То есть, опять же, это... Эм... 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 Незавним адекватные требования к тебе. Это первое. И второе. Да. Собственно. А чего вы ожидали? Да? То есть, ну, на... На что вы рассчитывали? На слово... Вообще. Вообще. Что мама изменилась и так далее. Дальше. Эм... Значит, так, не могу здесь пролезаться со своими чувствами. Поэтому решил обратиться за помощью. Эм... С какими чувствами? Далее вы пишите. Ненависть к маме. Ну, это прорабатывается. Как я и сказал. Ненависть тут связана с... Ну, в определенной степени с... Эм... 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 По поводу... Эм... 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 Перекладывайте, опять же, ответственность за свои собственные чувства, переживания, может быть, требования по отношению к маме, но не я саму требования. Требования выше, ответственно, наверное, требования выше, а виноват там, условно говоря, её такой вот нрав, такой её характер, её отношение к вам. Да, безусловно, конечно, её поведение влияет, её поведение влияет и на вас, в том числе, и на то, как вы воспринимаете её, как вы воспринимаете себя, это правда. С этим довольно-таки бессмысленно спорить, бессмысленно это отрицать. Но важно, конечно, немножко другое. Важно немножко другое. Важно то, что даже если... Такая связь есть, а всё равно только вы отвечаете за то, что к вам происходит. Не кто-либо ещё, только вы. А что такое чувство вины на себя? Да. Чувство вины на себя здесь, в данном ключе. Это... Это... Отрицание своих мотивов. Вот. То есть... Ну, грубо говоря. То, что я делал, делал раньше. То, что я планировал раньше, например, не имеет какого-либо значения. К сожалению, если вы будете так обесценивать себя. Если вы будете так обесценивать свои эмоции, свои проживания, свои чувства, свой выбор, свои действия. Если вы будете так обесценивать себя. То... Вы всегда будете с удовольствием. К... К сожалению. А я не думаю, что... Это то, чего бы... 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 Тут все самое для себя. Вот. Так что... На... А вы... Вы... Большая молодец. Что обращается за помощью, но... Сначала вы делаете только первый шаг. К этому. Следующим шагом Ярославы, это обращение к психологу. начало, начало уже индивидуальной терапии. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.